Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервере GTA 5. Всё как всегда. И сегодня мы посмотрим на новую работу, которую они сказали, что вернули, но я её не помню. Это работа дальнобойщиком. Посмотрим, выгодно ли там работать, хотя здесь очень много сейчас работы, значит выгодно. Вот. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Погнали! После выхода нового обновления, которое вышло 2 октября, как бы добавили работу этого. И просто где я не езжу, вижу одних дальнобойщиков. В принципе, эта работа находится вот здесь. Да, и больше нет, да. Больше меток нет, только одна метка. Так что... Ой, подожди, назад, 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 назад. Хотя зачем метка? Я что, без метки не доеду? Где-то вот здесь, да, я так понимаю. Надеюсь, блин, нам же категорию ЦАН нужно открывать, да? Или не нужно? Значит, Давид Шелби, Доминик Торетто. Торетто, ты что здесь забыл? Работа дальнобойщиком. Для работы вам нужна водительская категория лицензии. Чё, блядь? Для работы этим дальнобойщиком вам, короче, нужна категория ЦАН. А где её взять? А где автошкола здесь? Я вообще не помню. Автошкола категория ЦАН. Бля... Ладно, отправляемся теперь туда ЕМА. Сколько здесь их? Значит так, мы подъезжаем к категории ЦАН. Ну, это не особо похоже, как бы, на работу. Это похоже больше на какой-то гараж, где нас могут отпиздить. Вот, экзамен управления грузовыми автомобилями. 35 тысяч. Для получения этой лицензии вам необходим опыт работы с грузовой техникой. Не менее 20 выполненных заказов на работе эвакуаторщика. Цены за попытку сдачи 35 тысяч рублей. Ага, значит, у нас, пацаны, одна поп-итка. Поп-итка. Так, номер в КУ 552. Так, у вас нет ключей. Времени осталось 2 минуты 20 секунд. Я ещё бы дольше пиздел. Так, ага. Вмещаемся от первого лица. От первого лица вообще балдёж. Как играем, как Евротрак симулятор, отвечаю. Эта игра мне напоминает и дальнобойщики 2 вроде, или как-то она так называлась. Где, блядь. Где тебе нужно было за максимальное, меньшее количество времени проехать маршрут и перевести игру с первым. Вот. И там ещё гонки, короче, на фурах вот эта вся херня. Просто тапку в пол, ехал и всё. 60 тысяч километров уже на ней наездили. Офигеть. Ну зачем мне... Давай он ещё будет мешать, да? Чё за долбоёбы, а? Что здесь, блядь, что в МТА? Я хуею. Просто, пацаны, сори, без мата не могу. Потому что мне бомбит. О! Сейчас лицензию мы получили. Сейчас уровень крутанём. Может выпадет чё-то? А, 15! Охренеть, пацаны! Это... Это зашибись! Это кишбэк, получается. 15 тысяч вернули. 16 уровень. В итоге мне за 16 уровней, за 16 прокрутов рулетки выпало, получается, один раз 15 тысяч вот сейчас. Один раз 150 тысяч в самой первой серии по CCD. Если что, можете зайти в плейлист, посмотреть. Вот. И выпало тысяча этого опыта буквально на уровне 13-м. А то всё выпадало 5 тысяч. Коротко о моём везении. Короче, пацаны, припарковались. Идём. Попытка, короче, номер 2. Работа дальнобойщиком. Работа дальнобойщика заключается в том, чтобы перевозить различные грузы в дальние расстояния. Да ладно, блин. После того, как вы начнёте работать, вы можете открыть меню заказов R. А, то есть, получается, для работы вам необходим грузовик. Мы готовы предоставить его в аренду за 5 тысяч рублей. Аренда оплачивается один раз при начале работы, после чего вы можете неограниченное время работать, пока не завершите работу. Давайте, конечно, блин, красный. Фуру гусей на гасан. Короче, прогресс премии. Окей, панель заказов. И то есть, мы выбираем самый, типа... А можно его сортировать? Я 43 бачу, например. 9,2. 9,2. Оставшееся время 29 минут. Можно взять за 40. Давай за 43 возьмём, пофиг. Отправляйтесь к точке погрузки, отмечено на карте. Ой, ема! Табак. Табак? Тут здесь по-любому есть какие-то выгодные маршруты, есть невыгодные. Мне кажется, я выбрал самый невыгодный. Потому что жадность Фарай разгубила. Мне кажется, здесь можно выбирать на меньшее количество километров и ехать намного быстрее. Но это уже будет в следующих роликах, где я расскажу о самой прибыльной работе на CCD. И расскажу, что уже выгоднее. Работа, либо сборщик ресурсов. Но то, что фура это не едет, это... Это точно. Ладно, тогда мы поедем уже в Полито Бае и там уже продолжим. Вот это фуру разосрал. 145 ехал только что. Так, тормозов в ней нет, так что вот так заворачиваем. А зачем время тратить? Здесь такие же маркеры, как на смотри. Серьезно? Блин, такие же маркеры, как на смотри. Я ору, просто ору. Когда-то смотри копировалось и сидит. И теперь наоборот. Офигеть. Р, начать погрузку. Ну давай, начать погрузку. Ага. Выполняется погрузка машины. Ожидайте. Я надеюсь, это много времени не займет. Приехали за 4 минуты и ехать еще 12 километров. Ебануться. А куда ехать? В Пор, да? Да, в самый низ, короче, карты. Эван, как всегда, выбрал самый дорогой маршрут. Хотя мог взять какой-то дешевый и ехать. Два раза быстрее, два раза больше заработать. Что-то мне это напоминает. Вам так не кажется, пацаны? Прям где-то... Блин, вот где-то я это уже видел. Не могу вспомнить, где, пацаны. Если вы вспомнили, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну где-то я уже такое видел. Значит, заезжаем. Я так понимаю, нам нужно нажаться на R и R выкрузить. В итоге потратили мы 11 минут на то, чтобы привезти. Здесь ворота открылись. Ничего себе. Офигеть. Мне надеюсь, там назад ехать не надо. Если ехать, то это такой бред будет. Заказ выполнен. Все, слава богу. Так, панель заказов. 105, нихера. Нормально, можно офф-предформить. О, кстати, тут же здесь написано, откуда я тупой. Откуда тюрьма, 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 тюрьма. Магазинный склад, тюрьма. Расстояние до точки погрузки между точками. Блин, я не туда посмотрел. Ой, я тупой. Если бы еще их можно было сортировать, именно по цене, по откуда, куда, чтобы выбрать наиближайшее расстояние, было бы вообще идеально. Давайте выберем вот это за 26 тысяч. И поехали. Сколько там писало? 1,8? А сейчас 5,9? Серьезно? Это обман. Так, проехали мы на ферму, не самый лучший заезд, потому что она фурой не едет. Ну да ладно, давай. Хотя нормально пойдет. Блин, как это странно смотреть, просто на интерфейсе сиди и смотреть на вот эти метки. Вот. Но то, что сейчас давайте... Ой, блин, по привычке. Я думал уже как на этом, на смотре. Давайте загрузимся, я сейчас расскажу. 5 километров ехать по Симпатину. Ну, в принципе, туда и приедем. Там, в принципе, и закончим видос. Еще я хотел сказать, что чем лучше ССД в этот момент, чем с Матра, что они сделали официальную фуру, в принципе, как и в МТА, потому что в МТА были проблемы, когда они добавили отдельно фуру, отдельно прицеп, что оно багалось, и прицеп ехал там за 10 метров от фуры, именно самой, именно от тягача. Вот. Потом они еще что-то пофиксили, потом обратно сделали просто... Вот такие, что... Такие фуры, короче, что на себе возят. Но смотря рейдж, они в ГТА 5, да, фуры у них быстрее, согласен. Но они добавили с прицепами, а как вы знаете, вы можете ехать, просто прицеп по дороге посередине стоять, а потом просто пропадется, багается. И как они говорили, это чисто из-за, как бы, синхронизации рейджа, что-то такое, никак это не убрать. Поэтому ССД пошли по правильному пути, сразу добавили фуры, которые не спамятся по дороге. Так, мы приехали в какой-то... Ага. И так понимаю, здесь одно место разгрузки, только вот так заезжать. Наносить пакет, типа Катерпиллер, либо что-то, маг, типа, что-то такое, да? Ну, загорись ты зеленым, ёпта. Все, выгрузить. Все, ожидание. Открываются двери. Жаль, что здесь ничего в середине нету. Хотя она бы багалась, в воздухе бы появлялась. Зачем это надо? Не, не надо. Выполняется разгрузка. И всего лишь за два груза я потерял 21 минуту, получается. То есть, за 20 минут я заработал 70 тысяч. Можно умножить на 3. И выходит, что в час я могу заработать где-то 210 тысяч. Но это при том всем, что я неправильно еще выбрал маршруты. Если еще выбрать правильно маршруты, и тут еще есть премия, как бы, 10-30% вроде максимум. Вот, тогда, мне кажется, можно так нормально заработать. Но пока я не буду делать никаких поспешных выводов, что выгоднее именно дальнобойщики, либо сборщик ресурсов, это уже узнаете в следующей серии. Ну, в принципе, пацаны, там все. Вот такой видос вышел, я надеюсь, вам он чем-то понравился. Также можете написать помощь мне в комментариях, либо мне в ВК, ссылочка есть в описании. Можете написать, какие самые выгодные маршруты, как нужно делать, что нанимать. Возможно, есть какие-то баги на ускорение, там, управление этой фуры. Мне будет очень интересно посчитать. Нажмите лайкос, помогите продвинуть его в топ. Также не забывайте подписываться на канал. Здесь выходит очень много интересного, познавательного и смешного контента. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.